Здравствуйте! Начинаем очередной выпуск из серии Проба пива на канале Иван Балтик. Сегодня у нас темное пиво Донкель из города Обнинска. Пивоварня Карс Каспер Брау. Значит, написано, следующая легенда. Это богатое темное пиво с натуральным ароматом солода и заманчивым каштановым цветом. Не пастеризованное и нефильтрованное. Оно придется по вкусу всем истинным любителям этого напитка. Указаны две медали, которые она получила на каких-то выставках. Значит, вот такая же этикетка с замочком. Цвет самих ромиков коричневый. Значит, пиво у нас подается как темное, ячменное, нефильтрованное, непастеризованное, неосветленное. Содержит естественный дрожжевой осадок. Крепость пива 4,9%. Значит, экстрактивность начального сусла 13%. Состав пива. Вода питьевая. Солод. Пиво вареный ячменный. Хмель, дрожжи. Не указано, как у настоящих крафтовых сортов пива, это конкретное название совода, конкретное название хмеля, использованного здесь. И дрожжи какой расы использованы при изготовлении пива. Пиво поставляется в бутылках 0,5 литр и разливное. Значит, пиво, как я уже говорил, розлито в Омнинске, в Калужское Овосте. Итак, пробуем данный напиток. Открываем бутылку. Бутылка у меня заранее открыта. Наливаем пиво. Как видим, пена шапки довольно большая, даже для такого стаканчика. Пузырьки сверху крупные, а так сами пузырьки мелкие. Пиво действительно имеет такой коньячный цвет. Можно сказать, что это каштановый. Не знаю, не могу сказать точно. Довольно на вид довольно приятное пиво. Сейчас попробуем. Да, чувствуется, что все-таки это темное пиво. Что есть характерные такие карамельные какие-то оттенки. Натуральный аромат солода, не знаю. Что-то я не очень чувствую, натуральный аромат солода. Может, у меня нос не работает, да фиг его знает. Но вкус такой у него, да, действительно более темного, более такого, ну, крепковатого пива. Есть такой вот действительно оттенок хмеля. Но, в то же время, как и предыдущие рассмотренные сорта, у него есть какая-то, на мой взгляд, водянистость. По оценке, я думаю, что это четыре с половиной. Все-таки для темного сорта он довольно неплохо сделан. Но, вот, что-то меня смущает в этом пиве. Будете, если в Лугнинске, в принципе, можете попробовать данный напиток. Качество его неплохое. Стоимость где-то 160 рублей за пол-литровую бутылку. У меня остался еще один сорт нерассмотренным. Ждите следующих выпусков. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok